Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. В России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. 403 дозы вакцины уже на этой неделе поступят в медицинские учреждения Карачаева-Черкесии. Представители антимонопольной службы и Росздравнадзора рассказали, как нарушаются права граждан при оказании доступной медицинской помощи и обеспечения лекарствами. Национальные исторические традиции, источники общероссийского единства. В Черкесске на конференцию приехали ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Северного Кавказа. Купить елочку можно будет только в специальных местах. Незаконная вырубка зеленых красавиц запрещена. Полицейские выставили контрольно-пропускной пункт в Архызе. Дополнительные ограничительные меры ввел сегодня глава Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов. Чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса, в республике устанавливается запрет на проведение в период с 20 декабря и по 10 января новогодних корпоративов в рабочих коллективах, новогодних утренников, детских садах и школах, любых массовых торжеств во всех без исключения образовательных учреждениях, включая вузы и СУЗы. Традиционная уличная торговля на городских и сельских площадях и улицах в предновогодний и новогодний период также запрещена. В России началась масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Добровольная вакцина-профилактика пройдет и в нашей республике. 403 дозы вакцины уже на этой неделе поступят в медучреждения Карачаева-Черкесии. На какую категорию граждан будет распространена вакцина, расскажет Александр Коваленко. Кто-то скажет, дождались, а кто-то настроен негативно. Но вакцинация добровольная и начнется она с представителей первичного звена – врачей временных ковид-госпиталей, педагогов, соцработников, сотрудников МЧС и МВД. Между Минздравом Карачаева-Черкесии и Минздравом Российской Федерации было подписано соглашение на вакцинацию в этом году 403 человек. 42 из числа медработников уже привиты. Ну а следующей на вакцинацию на очереди по мере ее поступления в прививочные кабинеты медучреждений будут все желающие жители нашей республики. В каждой медорганизации у нас есть прививочные кабинеты. И все пациенты по спискам, по заявкам, им будет проводиться вакцина-профилактика в зависимости от показаний, конечно, в первую очередь. Если пациенты уже перенесли какое-то заболевание, допустим, инфекционное заболевание, это грипп, это ОРВИ или ковидную инфекцию, то спустя несколько месяцев им уже разрешается прививаться. Это тоже рекомендации министра здравоохранения. Перед этим будет проверяться их иммунитет, антитела. И если иммунитет будет снижен, количество антител будет снижено, то у них будут показания для проведения вакцины-профилактики. Противоковидная прививка будет сделана исключительно по медицинским показаниям врача после подробного сбора анамнеза у пациента. И пройдет она в два этапа с интервалом в 2-3 недели. Как и у всех прививок, у этой тоже есть противопоказания. Это есть и перечень хронических заболеваний, это и возрастные есть рамки, в пределах которых не проводится вакцинация. Она не рекомендуется детям до 18 лет, не рекомендуется лицам пожилого возраста и имеющим аллергические реакции на белок. Ну а пока все еще в ожидании очереди на прививку, врачи продолжают настоятельно рекомендовать носить маски, исключить посещение мест массового скопления людей. Ведь ситуация в нашей республике остается напряженной. Несмотря на то, что количество выздоравливающих увеличивается, число заболевших сохраняется в пределах 95 человек в течение недели. В действие приведены все временные госпиталь Карачаева-Черкесии. На случай увеличения больных к работе готов и резервный госпиталь, который находится в Карачаевской районной больнице. Резерв коек у нас достаточный, свыше 33%. Поэтому все медицинские работники находятся в полной готовности к приему больных. В полном объеме лечения получают и амбулаторные пациенты, больные COVID-19. Им предоставляют бесплатные противовирусные препараты согласно индивидуальной схеме лечения. Амбулаторное лечение проводится нашим пациентам, состоящим на учете в медицинских организациях наших учреждений. В первую очередь лекарственные препараты получили пациенты, проживающие в городе Черкесске, потому что их больше. И они были обеспечены противовирусными препаратами в достаточном количестве. Но это был первый транш лекарственных препаратов. Второй транш будет 7-8 декабря. И у нас все остальные медицинские организации получат препараты уже в достаточном количестве. Если человек не получил, ему надо обратиться к участковому терапевту, позвонить в регистратуру. Также врачи призывают не затягивать с лечением. И при первых же симптомах, таких как недомогание, головные боли, ломота в теле, повышение температуры, кашель, а также потери способности ощущать вкус и запах, незамедлительно вызвать участкового терапевта или фельдшера скорой помощи. Александра Коваленко, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике состояло 12 885 человек. Из них 10 790 выздоровели, 888 госпитализированы. Куда нужно обращаться, если цены на лекарства в аптеках завышены? Представители управления антимонопольной службы по Карачаево-Черкесии и Росздравнадзора подробно дали ответы на вопросы, касаемо нарушения прав граждан, наказание доступной, качественной и безопасной медицинской деятельности, обеспечению лекарственными препаратами. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В последнее время участились случаи резкого повышения цен на лекарственные препараты. Здесь очень важно отметить, что медикаменты делятся на две группы. Это жизненно необходимые и иные. Цены на первый тип лекарств регулируются государством. Поэтому граждане, которые хотят проверить ценовое соответствие, могут посмотреть и в сети интернет, где есть завышение стоимости на препараты в той или иной аптеке. Главный государственный инспектор управления антимонопольной службы по Карачаево-Черкесии Инус Матакаев отмечает, что при выявлении повышенных цен на жизнь необходимые препараты следует обращаться в Росздравнадзор. Если что касается иных лекарственных препаратов, иные лекарственные препараты государственным органам государственной власти не регулируются. То есть этот рынок является свободным, сам товарный рынок регулирует цену. Но никто не застрахован от злоупотребления хозяйствующим субъектом своим положением на данном товарном рынке. В данном случае, если происходит резкое повышение, то существует два инструмента реагирования. Первый инструмент – это местные органы субъекта федерации. В случае более чем 30% повышения на лекарственные препараты могут обратиться в Росздравнадзор с предложением о том, чтобы установить предельно допустимую отпускную цену на данный препарат. В условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания медикаментов, относящихся к иным лекарствам на 30% и более, органы государственной власти субъекта России вправе направить в Росздравнадзор свои заявления с указанием предельной отпускной цены производителя. У нас существует статья 10 и 11 закон о защите конкуренции – это злоупотребление доминирующим положением и согласованные действия или сговор на данном товарном рынке. Изучая ситуацию по факту, мы, соответственно, делаем свои выводы. Но, обращаясь к нам, конечно, наш инструмент реагирования носит немножко такой среднесрочный характер. Мы изучаем товарный рынок, выявляем субъектов. Если это доминирующий субъект, то у него одни правила. Если это сговор на данном товарном рынке, там другая ситуация. Мы реагируем чуть по-другому. В любой ситуации, если граждане считают, что, по их мнению, цены на лекарственные препараты превышают допустимые, экономически допустимые цены, то они обращаются к нам. За год по завышению цен на лекарственные препараты было всего три письменных обращения, отмечают представители Росздравнадзора по Карачаево-Черкесии. Данный орган осуществляет контроль в сфере обращения медикаментов по разным направлениям, включая соблюдение прав граждан. Они отмечают, что все препараты, которые входят в перечень жизненеобходимых, регулируются государством, и при выявлении их завышенной стоимости необходимо обращаться в их ведомство. В таблицах, которые можно посмотреть на сайте Минздрава КЧР, на сегодняшний день более 40 тысяч наименований лекарств. И вот по каждому из них в последней графе указана максимальная цена. Вот если вы приобрели лекарство в аптеке, и оно выше вот этой цены, значит, тут же обращайтесь к нам, мы примем меры административного воздействия, оштрафуем эту аптеку. Территориальным органам Росздравнадзора проводится ряд мониторингов, в том числе проверка цен на жизненно необходимые лекарства, также наличие препаратов, предназначенных для лечения новой коронавирусной инфекции. Очень важно гражданам обратиться при нарушении их прав в региональный орган Росздравнадзора. Алихан Ипшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаевой Черкесии местами небольшой мокрый снег, в отдельных районах туман и гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 15-18. Температура ночи минус 3-8, днем минус 1-4. А в горах ночью до 13 градусов мороза, днем 0-5. На дорогах местами гололедится. В Черкесии без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 18. Температура ночи минус 5-7, днем минус 1-1, плюс 1. Ночью и утром на дорогах гололедится. Скидки до 30% на все – это раз. Куртка в подарок – это два. Рассрочка на три года – это три. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы и продолжаем. В Черкесии состоялась научно-практическая конференция «Национальный и исторический традиции. Источник общероссийского единства». В ней приняли участие представители власти, общественных организаций, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и СКФО. Альбина Ламкова продолжит тему. Научно-практическая конференция «Национальные и исторические традиции. Источник общероссийского единства» проходит впервые в республике. В условиях пандемии пришлось ограничить круг участников для соблюдения условий, рекомендованных СанПИНом. Но все же ключевые фигуры как из нашей республики, так и из страны в целом присутствовали. Заместитель руководителя федерального агентства по делам национальности России Михаил Мишин сообщил, что состояние межнациональных отношений в стране в целом не критическое. «Уже на протяжении нескольких лет подряд отмечаем, что состояние межнациональных отношений на территории Российской Федерации достаточно ровное, и негативное влияние на них все-таки оказывают внешние факторы. Вот даже те же события, которые в этом году произошли во Франции, в условиях Российской Федерации они практически невозможны, потому что наше общество достаточно развитое само по себе, оно привыкло жить в межнациональной гармонии. Ну и у нас достаточно развита и законодательная база». Ректор Карчаева-Черкесского университета имени Умара Алиева Таусултан Узденов отметил, что в рамках одного мероприятия все вопросы в данном направлении не решить. Очень важно, что эту тему постоянно обсуждают на площадке ВУЗа, потому что научная рефлексия необходима для решения важных государственных задач и общественных проблем. «Обеспечение единства общества является такой христиоматийной темой политологии. Политология, что это функция любого государства. А в нашей Карачаеве-Черкесе, в нашем пространстве появляются новые вызовы, новые испытания, и нужно непосредственно оперативное реагирование на такие вызовы. Тем более Карачаева-Черкесия, Кабарина-Балкария, Дагестан, вообще Северный Кавказ. Это вот такое поле, благодатное поле и для исследователей, и для того, чтобы говорить на эту тему». «Спасибо огромное Федеральному агентству по делам национальности за доверие, что разрешили проводить его здесь. У нас конференция очень важная, интересная. Приехали ведущие ученые. Стоит отметить, что за последний год у нас нет ни одного конфликта и они предполагаются». В итоге участниками конференции обозначены ключевые пути решения рассмотренных вопросов для обсуждения и реагирования на них уже на другой встрече. Альбина Ламкова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. «Совсем немного, а именно 24 дня остается до Нового года. И уже совсем скоро многие будут наряжать в своем доме пушистую красавицу. Продажа елок будет осуществляться в специально отведенных местах. Ну а чтобы пересечь незаконную вырубку зеленых красавиц, в Нижней Ермоловке и Оксаловском ущелье выставлен временный круглосуточный контрольно-пропускной пункт. Свою работу сотрудники полиции начали с 1 декабря. Они проверяют каждый автомобиль». «Мы их доставляем в МОМВД России Зеленчуцкий, докладываем в дежурную часть, и под ним составляется административный материал. В любом случае будет составлен административный штраф наложен. Это будет одна ель, либо это будет пять елей. Мы выявляем в этих не только елочные насаждения и вырубка лесного массива, но и наркотиков, боеприпасов, незаконного оружия и составление административных правонарушений». На главной площади Черкеска уже стоит елка. Хоть ее и не срубили в лесу, но она все же создает предпраздничное настроение. Новый год в России традиционно отмечают широко, но в период пандемии привычных для жителей гуляний не будет. Но украшенная елка будет радовать все праздничные дни. Таким был понедельник Карачаева-Черкесия. А прямо сейчас продолжение сериала «Тайны следствия». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова